Сегодня уже никто не будет отстаивать мнение, что шуба это самый теплый предмет гардероба. Скорее наоборот, высокотехнологичные синтетические материалы с этой задачей справляются успешнее. Но одно несомненное преимущество у меховых изделий осталось – вносить красоту и роскошь. Какие модели выполняют эту функцию в нынешнем сезоне, рассказывают наши эксперты. Конечно, требования к такой одежде, они уже несколько иные. То есть она не обязательно должна быть теплой. От этого появляются укороченные рукава, укороченные пропорции. Может быть, не совсем защищающая от холода шубка, которая становится просто каким-то ярким элементом вашего гардероба. Наверное, нет однозначного ответа, какой сейчас мех в тренде, какой самый модный. Потому что сейчас используют все виды. Это и наша традиционная норка, и леса, и чернобурка. Это не всем может быть известный як, это лама. Еще, наверное, одно из новых веяний – это то, что стирается сезонность между зимой, летом, осенью, весной. В этом нам помогают меховые жилеты. Его можно смело носить с сентября по апрель включительно. Натуральный мех – это всегда дорого и эффектно. И с точки зрения производственного процесса этот материал весьма специфичен. В работе с натуральным мехом есть масса тонкостей. Процесс изготовления швейного изделия начинается с подборки меха. Мех подбирается по толщине мездры, по высоте ворса, по цвету, по оттенкам. В пошив используется только хребетная часть шкурки. Шкурка обычно разрезается по хребту при сборке шкур, чтобы была симметрия. Скорняк обрабатывает мездру специальным раствором, для того, чтобы мездра стала мягкой. И потом он уже их набивает. Набивает для того, чтобы выправить шкурку. Не растянуть, а именно выправить. В таком состоянии она находится сутки. Качество меха определяется по качеству мездры. Мездра должна быть мягкой и она не должна шуршать, как бумажка. Подпушек должен быть густым. Остевые волосы, это длинные волоски, они не должны ломаться. И мех должен тут же вернуться в исходное положение. Одна из самых интересных технологий работы с мехом последних лет – так называемый розшив. Он облегчает и делает пластичным меховое полотно и создает новый рисунок. Технология розшива используется для длинноворстых мехов. Это делает изделие легким и пластичным. Шкурка разрезается на мелкие полосочки и нашивается либо на шелк, либо на замшу, либо на кожу. Совсем недавно в меховой моде от сезона к сезону мало что менялось. Сегодня же технологии таковы, что в шубах могут отражаться даже цветовые нюансы от института Пантон. Нынешнее многообразие оттенков, ну и те технологии, которые позволяют сейчас работать с мехом, они дают нам новые оттенки, помимо ярко выкрашенных, мы можем работать еще с пастельными тонами. Это то, что раньше мы могли себе позволить, наверное, только в каких-то тканях. Цветной мех можно использовать не только в изделиях, но и в аксессуарах. То есть это могут быть меховые шарфы, набранные из разных оттенков цвета. Это могут быть подвески для сумок в виде каких-то животных, рыб, либо фантастических каких-то персонажей. Как известно, когда что-то из люкса становится доступно многим, теряется его уникальность. В этой связи актуальны не просто полотна меха, но и дизайнерские эксперименты. Если раньше нам казалось, что эти идеи как-то трудно воплотить в жизнь, потому что для нас это тоже было впервые, и мы учимся тоже вместе с нашими клиентами, с этими новыми идеями, которые приходят из мира моды или из мира дизайна. Мы пробуем смелые сочетания, новые сочетания. Это и использование очень ярких оттенков меха в одном изделии. Это не обязательно сочетание только норки и норки, или там писа и писа, лисы и лисы разных цветов. Это сочетание именно разных фактур. То есть это может быть гладкая норка, плюс пушистый мех чернобурки или ярко выкрашенные лисы. Благодаря тому, что сейчас цвет меха может быть самым разнообразным, его становится легче сочетать с другими фактурами. Какими-то тканями, трикотаж, кашемир, плащевка. Еще одна интересная и новая для нас техника – это пэтчворк мехи. Эту технику называют либо пэтчворк, либо инкрустация. Это складывание картинки из маленьких кусочков меха. Причем мотивы могут быть самые разнообразные. Это и растительные, и животные, и абстрактные, и геометрия. Технику пэтчворк предлагают много дизайнеров в этом сезоне. Это Прада, Фенди. И от того, что мода на меховые шубы становится мобильнее, на первый план выходит индивидуальность. Оригинальная, не как у всех, вот что точно не быстро потеряет актуальность. Тем более, что комбинаций, как и видов меха и его оттенков, подбирается множество. Продолжение следует...